Знаете ли вы, что такое фейк? Как вы понимаете это слово? Какая-то дезинформация, которую, наверное, закидывают, чтобы люди хапанули, может, лишнего, раздули что-то. Я и не знаю, что такое фейки. Это мошенники. Поддельно там страница фейковая какая-то бывает. Ну, неправда, скажем так, которая сделана специально, чтобы вести людей в заблуждение. Я думаю, у большинства людей понятие это субъективно, потому что они называют фейком то, что расходится с их позицией какой-то жизненной картиной мира. Сталкиваетесь ли вы в новостях вот с фейками? Я особо новостей не смотрю. Америка не правду говорит, а наши-то все же правду говорят. Мы-то же все правду говорим. Мы-то все хорошие, всех жалеем, всем помогаем. Что-то правда, конечно, и что-то неправда. Поэтому, я думаю, 50 на 50. Часто, потому что на данный момент такая сложная ситуация в мире, в политике, прежде всего, собственно, в нашей стране, если так можно говорить. Там одна информация, там другая информация, как бы, ну и картинка не сходится в итоге. Новости в интернете в основном получаю, и там не всегда все проверяют, не всегда это возможно проверить. Мы типа телевидение смотрели, там все правда. Ну, я думаю, там больше людей работают над тем, чтобы проверить достоверность, и потом с них спросят, им придется как-то объяснять. Как думаете, нужно наказывать за распространение фейков? Естественно. Все зависит, наверное, от того, какой фейк. Да, там, может, там, в какой-то шуточной форме, то ладно еще. А есть, которые там могут затрагивать, там, не знаю, там, религии, еще что-то. Да, я думаю, за такое нужно будет наказание. Наверное, штраф нормальный, чтобы потом лишний раз писать не хотелось. Вот, до уголовной ответственности, ладно. Как бы, по идее, да. Потому что это, по-моему, преступление. Это же намеренное введение в заблуждение. Я считаю, что прям уголовное. Но если фейком называется не фейк, и наказывается за это, то тогда у меня возникает вопрос. А может, это тогда вообще не надо? Нет, я думаю, потому что фейковой информацией можно назвать любую неудобную. Смотря что подразумевать под фейком, если отклонение от транслирующейся информации на федеральном уровне, то, конечно, власти будут наказывать. И это не от нашего мнения зависит. Можно наказывать просто денежным штрафом. Это было бы, мне кажется, очень даже эффективно. Я думаю, что это не поможет, но как вообще найти человека, который это сделал? Я думаю, уголовного наказания здесь не нужно. Ну, то, что наказывают, надо каленым железом выжигать. Это неправда, это разрушение общества.